Черногория Вряд ли можно назвать сейчас страну, где с такой любовью относятся к России и к русскому народу. У нас одна вера, один родственный язык, одни славянские корни. Черногория. Страна величественных каньонов и теплого моря. Благодатная земля сильных и мужественных людей. Черногория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Русский мир» приглашает вас на Балканы, в Черногорию. Сегодня много говорят о бывшей Югославии, но практически никто не пытается показать тот исторический фон, на котором происходят здесь события. Наш рассказ о Черногории, об этой стране и о ее народе, о черногорцах. Ловчин. Этот горный массив считается главным символом Черногории. Он виден практически отовсюду. На его вершине могила поэта и князя Петра Петровича Негоша, первого черногорского митрополита и основателя государства. Национальный герой черногорцев, он так писал о своем гордом народе. Все, кого родили эти горы, полегли в бою, в борьбе кровавой за свободу, честь свою и имя. Пусть их подвиги певцов научат, как им надо говорить с бессмертием. Черногорцы приняли православие еще в IX веке. Пишут только на кириллице. Это те же сербы, только горные. Образно говоря, это сербские казаки. И хотя черногорцев всего 620 тысяч, и живут они у берегов Адриатики, далеко от России, пожалуй, только здесь можно встретить такую искреннюю любовь ко всему русскому. Сегодня такого уже больше нет нигде в мире. Уже много веков мы вместе. Черногория всегда и во всем полагалась только на Россию и на братский русский народ. У нас есть очень старая и точная поговорка. Нас и русских 300 миллионов. У нас матюшка Россия, как бы сказали, большая страна, как мальчик. Если еще родился, ему сказали, мы будем побеждать с нами Россия. Черногорцы, сколько помнят себя, всегда считали Россию своей матерью и любили мать Россию как родину и даже больше. И я вам так скажу, если бы наши играли в футбол с русскими, то лично я болел бы за русскую сборную. Я не хотел бы, чтобы Россию разрушили так же, как сейчас разрушают Югославию. Нас называют фашистами, оккупантами, вводят санкции одни и потом другие. Но никакие мы не агрессоры. Мы лишь отстаиваем свою честь и достоинство. Надо скорее снять эти санкции, которые так несправедливо были введены против нас. Хотят уничтожить нас до конца, оставляют без топлива, без лекарств. Если уж вы пробились через блокаду и приехали к нам, то расскажите все прямо и открыто. Наша программа в мае 1994 года показала небольшой фрагмент о Черногории, связанный с пребыванием патриарха Московского в православной Югославии. Алексей II посетил тогда Подгорицу, горный монастырь Острок, Цетине. В той передаче многие запомнили следующий эпизод. С нетерпением ждали русского патриарха в старинном монастыре Цетине. Но то, что мы удостоились увидеть в этой древней обители, поначалу показалось нам невозможным. Смотрите, это нетленные мощи, рука Иоанна Предтечи. Именно ей он крестил Господа нашего Иисуса Христа более двух тысяч лет назад. Рука Иоанна Крестителя, чудом спасенная еще в апостольские времена, сохранена и находится в Черногорском православном монастыре Цетине. Эта величайшая святыня ранее хранилась в России, но сразу после революции была вывезена из-за угрозы осквернения. В русских святцах особо выделен день, 12 октября по старому стилю, когда празднуется перенесение с Мальты в Гатчину под покровительство императора Павла I, иконы Филермской Богородицы, частицы Креста Господня и руки Иоанна Крестителя. Все эти три святыни он получил в 799 году в дар от мальтийских рыцарей, когда был провозглашен великим магистром ордена. Годом ранее Мальту оккупировали наполеоновские войска, и рыцари обратились за покровительством к российскому императору. Еще в V веке греческая царица Евдокия перевезла святыни из Иерусалима в Царьград, где только 800 лет спустя ими завладели крестоносцы. Затем рыцари ордена ионитов перевезли их на остров Родос, а оттуда, спасая турок, уже на Мальту. В России святыни сначала хранились в Гатчине, в придворной церкви Романовых, а позже были перенесены в Зимний дворец, в храм Нерукотворного Спаса. В 17-м императрица Мария Федоровна сумела вывести все три святыни в Данию, а затем в 28-м их передали сербскому королю Александру Карагеоргиевичу. Икона Филермской Богородицы до сих пор хранится в запасниках музея в Цетине. Вот она, Адигидрия Филермская. Наша съемочная группа стала первой, кому показали и разрешили снять эту величайшую христианскую святыню мирового значения. За последние 80 лет не только в России, но и в Югославии никто не видел этот чудотворный образ. Впервые увидели его и монахи Цетинского монастыря. По преданию, Адигидрия Филермская была написана самим Евангелистом Лукой в первом веке от Рождества Христова, то есть еще при жизни Пречистой Девы Марии. Оклад из чистого золота с драгоценными каменями из России. Во время оккупации все три святыни вместе с королевским золотом были спрятаны в монастыре Острок. Но только в 952-м сокровища были обнаружены и конфискованы. Однако втайне от Белграда святыни было решено поместить в один из сейфов Национального банка Черногории, тем они и были спасены. И лишь к концу 80-х частицу креста Господня и руку Яна Претечи передали в резницу Цетинского монастыря. Но только в 93-м, 7 июля, десницу Яна Крестителя было разрешено вынести на поклонение к народу. Которский залив. Адриатическое побережье Черногории. Столетия черногорцы отвоевывали себе право выхода в открытое море. Были времена, когда связь Черногории с внешним миром шла только через этот залив и его крупнейший город-порт Котор. Батареи этих фортов не раз закрывали вход в залив неприятельским фрегатом. Наиболее упорные сражения были здесь в начале прошлого века с экспедиционным корпусом Наполеона. Россия смогла тогда немного помочь деньгами и оружием. Но этого оказалось недостаточно. Это был период, когда Сербия была полностью подавлена Османской империей. Турки трижды нападали на Черногорию в ответ на ее поддержку сербских повстанцев в Боснии и Герцеговине. Но завоевать ее так и не смогли. Черногории все же удалось и, главным образом, с помощью России утвердить и сохранить свою государственность. Одно время без разрешения русского консула в Которе никто не мог ни въехать, ни выехать из Черногорского княжества. Один из лучших фьордов Средиземноморья – Котор. Именно сюда Петр Великий в начале XVIII века послал русских офицеров учиться мореходному делу, учиться у черногорцев. Морской музей Котора. Раньше здесь помещалась мореходная школа. Получить в этой школе звание капитана было очень почетно. Черногорские капитаны считались одними из лучших в Европе. Выпускники школы всегда высоко ценились и служили в лучших влатах мира. Одно время в школе преподавал знаменитый черногорский адмирал Марко Мартынович. В его родном соседнем скоттером городке Перости ему установлен памятник. Его честь названа набережная. Именно он и учил посланных Петром молодых дворян из Москвы к мореходным наукам. На этой картине Марко Мартынович со своими учениками. Тщательно выведены русские фамилии. Царев, Куракин, Репнин, Игриков, братья Голицыны. У нас в России достаточно хорошо известно о вкладе европейских народов, например, голландцев, немцев, шотландцев, в создание мощи и славы русской армии и флота. Однако еще при Петре Алексеевиче немало черногорцев сражалось под российским флагом в крупнейших битвах Северной войны. Например, при Гангуте отличился Мирказмаевич. Впоследствии ему был высочайше пожалован чин адмирала. В Черногории всегда гордились своими капитанами. Они носили особую форму и в торжественные дни участвовали в традиционных, сохранившихся и сегодня шествиях. Это фотография 1910 года. Перед Второй мировой войной в Которе и во ближайших окрестностях проживало 184 православных священников. Когда после 1944-го к власти в Югославии пришли коммунисты, 128 из них были убиты. Известен случай, когда 86 черногорских священников пытались бежать на запад, но все были схвачены и расстреляны. В результате политики Иосипа Боростита по искоренению православия, например, в небольшом приморском городе Горбале, сегодня на 64 сохранившихся храма приходится только один священник. До войны в Которе жило и много русских эмигрантов, в том числе священнослужителей и даже монахи. Как правило, все они разделили судьбу черногорских православных иерархов. В хоре Никольского собора пил на клиросе как-то русский полковник-эмигрант. Он часто говорил, мы его царя убили, теперь я хочу служить царю небесному. Котор находится на границе сербского православного мира. Мы здесь стоим как бы на страже. Это наша стражевая крепость. Стоим и боремся за нашу веру. Здесь в начале века был построен этот храм святителя Николая. И чтобы всем было ясно, что это именно церковь православная, на ее куполах были поставлены русские кресты. Для нас, русский народ и мать Россия, это оплот нашей общей веры, и мы всегда смотрели на нее как на единственную защитницу. Она такой была, такой и останется во веки веков. Мы уже давно ничего и никого не боимся. А православие будет здесь всегда, пока жив хотя бы один черногориц. Если из Приморского Котор отправиться на север Черногории, выбрав старую царскую дорогу, то при подъезде к Никшичу вы попадаете на опять-таки Царев мост. В Черногории царей никогда не было этот ажурный мост и дорога к нему. Называются так, потому что построены они на деньги российского императора. Начиная с Петра Алексеевича, русский царственный дом жертвовал Черногории огромные по тем временам суммы на строительство дорог и храмов, на поддержку монастырей, на помощь пострадавшим от турецких набегов и голодов. На русские деньги черногорские князья покупали и оружие. В Краеведческом музее бережно хранятся первые грамоты Петра Великого, которые были направлены в Черногорским государем еще в 711 году. С этого времени началась история наших отношений. В 18-м столетии практически все церковные книги, архиерейское облачение, священные сосуды и иконы поступали в Черногорию только из России. В митрополиче Ризнице монастыря Цетине собрана уникальная коллекция церковных ценностей из России. Подобной, пожалуй, у нас в России уже не собрать. Площаница, подаренная Черногорским владыком Екатериной Великой. Потиры, богатые оклады священного писания, наперстные кресты, иконы, чудотворная богородица Ахтырская. Образ Александра Невского и Николая Угодника, дар петербургских фабрикантов. Хранится здесь и грамота о возведении в сан Черногорского митрополита, выданная Российским священным синодом. Один из последних подарков из России получен перед самой революцией. Эту дарохранительницу императрица Мария Федоровна прислала в Цетине для первого в Европе женского православного интерната. Тогда он находился в этом здании рядом с монастырем. Цетинская обитель много раз подвергалась разорению. Здесь часто повторяют, что делом Цетине всегда воевал с мусульманами, а духом – с Ватиканом, который во все времена стремился всячески воспрепятствовать связи между русской и сербской православными церквами. Венеция и Австро-Венгрия неоднократно пытались силой навязать православной Черногории церковную унию с католиками. Это остатки австрийской крепости начала прошлого века. Тогда граница проходила по этим горам. Восстанавливать цитадель не хотят. Слишком много людей погибло здесь, особенно во время Второй мировой войны. В России мало кто слышал о санкционированных Тита массовых репрессиях против православных священников, и особенно в Черногории. В 1944-м был расстрелян митрополит Ионики. Следующий черногорский митрополит Арсений несколько лет провел в тюрьме. Позже ему было запрещено жить в Черногории. Иосиф Брос очень не любил так называемые прорусские настроения в Черногории. И после 1948-го года черногорцев часто сажали в концлагерь только за то, что слишком бурно они выражали свою любовь к России. Цетине. Дворец короля Николы I. При нем связи наших стран достигли наивысшего расцвета. Никола часто бывал в Петербурге. Одну из своих дочерей, милицу, он выдал за великого князя Николая Николаевича Романова. Будучи еще черногорским князем, он имел чин полковника русской армии и был шефом 15-го его величества стрелкового полка. В музее находится его форма, парадные палеты, кивер. Эту саблю он получил в подарок еще от императора Александра II. Как настоящий черногорец, Никола обожал оружие. Особенно револьверы разных систем и конструкций. После коронации в 910 году он получил чин фельдмаршала русской армии. Этот снимок сделан в Санкт-Петербурге в Зимнем дворце. Это были самые спокойные годы в Черногорском королевстве. В Цетине были открыты посольства всех крупных держав, в том числе и России. В начале века в российских военных училищах обучались десятки офицеров из Сербии и Черногории, в том числе и члены Королевского дома. Многие из них отличились в боях не только в двухбалканских, но и в Первой мировой войне. Черногорские полки считались одними из лучших в сербской армии. Большая часть их геройски погибла в знаменитой битве черногорцев при Майковице, когда они одержали фронт, чтобы дать возможность сербской армии избежать окружения. На этом фото Никола принимает знамя, взятые штурмом албанской крепости Шкодер, долгая осада которой дорого обошлась черногорца. Однако вскоре серия военных побед закончилась, и после двух лет войны королевская армия оставила Черногорию. В 1916-м, когда страну оккупировали, первый и единственный король Черногории Никола вынужден был покинуть свою родину. Скончался он уже после Первой мировой войны в Италии и был похоронен в Сан-Ремо. Почти 70 лет его прах покоился в русском православном храме, построенном еще до революции, в этом итальянском курортном местечке для многочисленных туристов из царской России. В 1989-м году новое черногорское правительство решило перенести его вместе с останками королевы Милены и двух дочерей Ксении и Веры в Цетине в фамильную сыпальницу. Присутствовал правнук последнего черногорского монарха Никола II Петрович Негаш, а также представители самых знатных европейских родов, в том числе и Романова. Никола приходился тестем последнему королю Италии Виктору Эммануилу, поэтому на корабле итальянского военно-морского флота с подобающими почестями прах был торжественно доставлен в Черногорский порт-бар, оттуда в духовную столицу Черногории Цетине. На торжества съехались чуть ли не вся страна. По нехиду соборно служили все черногорские архиереи, десятки священников. До сих пор Никола I продолжает оставаться наиболее почитаемым и, пожалуй, самым любимым государственным деятелям Черногории за всю ее историю. По дороге из древней столицы Черногории Цетине на север в горы сначала едва заметно, потом все яснее виден монастырь. В одной из ответственных скал расположилась знаменитая горная обитель Острок. Последняя реконструкция была сделана в 1920-х годах русским архитектором-эмигрантом Владимиром Цкуренко. Православные монахи из России, также вынужденные покинуть свою родину после революции, были приняты в число монастырской братьей, похоронены здесь же в Остроге. Слава горной обители не ослабевает уже несколько веков. Об исцелении святого Василия Острожского молили не только православные. К его мощам прикладывались и католики, и даже мусульмане. Некоторые паломники на коленях шли к верхнему монастырю, страстно желая исповедаться у раки самого преподобного. Несколько раз в горных храмах Острога мы видели русские иконы. Рублевский Спаситель, Владимирская, образ Иоанна Кронштадтского, кстати, очень почитаемого в сербской православной церкви. Иерманах Йоль, показывая нам огромные кандалы, рассказал историю о том, что однажды подвели к мощам святого Василия Бесноватого, которого нельзя было ничем усмирить. После разрешительной молитвы кандалы сами упали, а Бесноватый успокоился и стал нормальным человеком. В 942-м монастырь обстреливали из орудий. Этот снаряд, влетевший в предел, где находились мощи святого Василия, не смог взорваться. Сегодня, во время войны в Боснии и блокады, активность монастыря заметно снизилась. Паломников стало мало. Единственное оружие и главное, что может помочь нам сегодня, это молитва. Только Господь может спасти нас, если мы, наконец, покаемся и станем жить по Его заповедям. В древнем остроге мы провели целый день и уехали глубоко под вечер. Любопытно, что именно в Черногории была отпечатана первая книга на славянском юге Европы. Сохранился оригинал. Он находится в Цетинском музее. Произошло это 500 лет назад. Типография находилась тогда рядом с этим храмом. Недавно в России черногорцы стали выпускать православный журнал «Святый горы» «Святая гора» на русском языке. У первого номера 100-тысячный тираж. К сожалению, Московская патриархия пока не может себе позволить журнал такого качества. Усилиями митрополита Черногорского амфилохии всего два года назад в Цетине создана богословская семинария. За пять лет эти мальчики смогут получить здесь среднее духовное образование. На курсе 30 человек. Первый выпуск черногорских православных священников в 96-м году. В воскресенье в старинном горном селе Граджаны была служба. Мы приехали туда вместе с семинаристами. Небольшой храм, все очень скромно. Литургия здесь совершается раз в 2-3 месяца. В это село мы приехали специально. Здесь родился генерал русской армии Йован Попович Липовец. Была отслужена панихида в его память. За турецкую кампанию он получил 4 Георгия. Со Скобелевым он участвовал в Ахалтыкинской экспедиции. В 905-м в Манжурии командовал 14-тысячным корпусом русских егерей, который дерзким маневром спас от окружения всю восточную армию. Николай II наградил генерала «Золотой саблей» с георгиевской лентой. В 1915-м он дрался с немцами в Галиции. В 19-м тяжело больным через Севастополь генерал покинул Россию. Скончался во Франции в национальном военном госпитале. Его родители жили когда-то вот в этом доме. Липовоц – самая распространенная фамилия в этом селе. Вокруг храма – старые могилы. На надгробьях ветеранов их ордена, выбитые в граните. В Черногории очень бережное отношение к предкам и к могилам. Спустившись в долину, мы видели много памятников. В городке Бероне уже под вечер нам показали могилы советских солдат. Они попали к партизанам, бежав из плена. Но вернуться в Россию им было не суждено. Все трое погибли в одном бою. Во время Второй мировой войны полностью в Восточной Европе было уничтожено только два крупных города. Это Варшава и столица Черногории – Подгорица. Причем в начале войны ее бомбили немцы. Но наиболее страшные последствия были после налетов американской тяжелой авиации в 1944-м. Случайно тогда уцелело только два здания. Гусли – сербский народный инструмент. Йован Кнешевич знает наизусть около 20 огромных баллад о князьях, о трагедии Косово-поля, о подвигах черногорцев в войнах с турками, о Великой России. Его отец, дед и прадед все были гуслирами, а костюм, в котором он сейчас выступает, хранится в семейном сундуке уже более ста лет. Еще в начале этого века маленьких детишек специально водили послушать гусляра. В этих балладах вся история Черногории. Но и сейчас все с удовольствием слушают эти сказания, сели в саду за стаканом домашнего вина. Черногория считается чуть ли не самой экологически чистой страной Европы. Высоко в горах на Пирской планине нас угощали домашним сыром и сливками. Все свое, в том числе и хлеб. Вкус не передать. Три года международных санкций истощили экономику страны. 70% национального дохода Черногория получала от туризма и внешней торговли. Сегодня практически весь ее торговый флот находится на приколе в иностранных портах, за стоянку в которых республика платит по 15 миллионов долларов в год. Но тем не менее они держатся. Сегодня для нас крайне редкая и прекрасная возможность передать всем гражданам России и всему русскому народу сердечно, искреннее и историческое приветствие от черногорцев. Во все времена мы были счастливы тем, что могли любить Великую Россию. И одновременно самым большим несчастьем для маленькой Черногории было то, что Россия в последнее время не в состоянии ответить нам такой же любовью. Александр Пушкин никогда не бывал в Черногории. Однако посвященные черногорцам строки здесь и сегодня учат в школах наизусть по-русски. «Черногорцы, что такое?» Бонапарте вопросил. «Правда ли это племя злое не боится наших сил?» Или «И французы ненавидят с той поры наш вольный край и краснеют, коль завидят шапку нашу невзначай». Аксинь! Продолжение следует... Аксинь!